Конференция Мы постарались покрыть все основные вопросы, которые волнуют темлида, начиная от его становления, когда он еще маленький, и заканчивая тот момент, когда он уже даже не темлид, а руководитель разработки. Пока все идет так, как я рассчитал, начали переходить разговоры, появились в кулуарах уже кучки, народ собирается, общается. Общение – это одна из ключевых компетенций темлида, которая реально страдает больше всего. И мы по количеству докладов, связанных с soft skills, с общением, с коммуникациями, в этот раз очень много докладов, и они все очень крутые. В общем, успехов всем, удачи, и нам тоже всем успехов и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нас сейчас здесь человек 200. И вот только те люди, которые здесь присутствуют, влияют собою на пару-тройку тысяч айтишников. Поэтому так вот получается, что темлид становится все более и более важной конференцией. То, что мы здесь говорим именно про то, как работать с людьми. Конференция помогает расслабиться, понять, что ты не один со своими управленческими проблемами. И где ты можешь спокойно, в безопасной обстановке поделиться тем, что у тебя болит, для того, чтобы найти решение. Притом не одно. Доброе утро! Привет! Мы рады вас приветствовать на 10-й юбилейной конференции Team Lead Conf. Да, тут смотрели кино, это когда вспоминали, действительно, первый Team Lead Conf, когда мы собирали, это было совершенно неожиданно для нас, потому что мы его придумали, потому что надо было его придумать. И до 2018 года, когда мы, собственно говоря, первый раз собрались, Team Lead это был, ну как бы, ну Team Lead, ну и ладно. Я вот, например, никогда не был Team Lead, я был руководителем группы. И, в принципе, это примерно то же самое. И Team Lead родился из Рита, из Highload, когда стало понятно, что это две, ну, были очень крупные конференции, Highload остался, Рит временно не остался. И стало понятно, что нет площадки для того, чтобы общаться людям, которые управляют небольшими командами, которые решают, ну, скажем так, на самом таком низком операционном уровне свои проблемы. И потом стало понятно, что, а что бы не поговорить просто про людей? Почему мы все время говорим про управление, какой-то, какие-то процессы, еще что-то? И так Team Lead Conf стал самой из мне известных крупных конференций по софт-скиллам. И сейчас он продолжает им быть. В прошлый раз в Москве мы собрали больше двух тысяч коллег. В этот раз нас будет 1400 с небольшим людей. Это много. Поэтому пользуйтесь тем, что среди вас есть такое большое количество единомышленников, тех, кому интересно то, что мы здесь обсуждаем. Вот. Вообще очень круто. Все поменялось, потому что мы видели ролики. Мы каждый раз все растем, растем, растем. Мы становимся круче. У нас становится круче свет. Я себе купил пиджак. И в целом как бы это второй пиджак. У меня был синий пиджак. Кто меня видел в синем пиджаке? Лес рук. Давайте по-другому спрашиваю. Кто не первый раз? Во, побольше. Значит, вы не были в Питере, были в Москве, потому что синий пиджак был в Питере. В общем, вот, друзья мои, большое спасибо, что вы к нам ходите. Мы очень рады, что мы собираем каждый раз еще новых друзей, старых друзей. Мы не теряем. Я сейчас смотрел ролик. Большое количество лиц, знакомых, которые продолжают к нам ходить. И которые выросли на наших глазах из обычных инженеров в лидов, из лидов руководителей отделов, технических директоров и так далее. Поэтому мы скромно считаем себя такой площадкой для роста, для старта карьеры, в том числе для поиска ответов на какие-то свои очень важные вопросы. И для этого мы сюда приглашаем очень разных людей. Если сначала мы начинали только с IT, то сейчас мы приглашаем в гости уже не только айтишников. У нас были и химики, и металлурги, у нас были психологи, и чары, профессиональные врачи в Питере. Если вот посмотрите потом ролики, у нас были психиатры. И рассказывали очень интересные штуки. В общем, мы как бы растем вширь, пользуемся тем, что вы оставляете свою обратную связь и рассказываете, что вам интересно. Мы пытаемся под это дело подогнать каких-то очень крутых спикеров. И в этот раз у нас тоже большое количество наших друзей, которые с нами практически все конференции. Если вы увидите Макса Цыпкова, Макс Цыпков посетил на один Team Lead Con больше, чем я, потому что первый я прогулял. То есть он 10 раз был на Team Lead. То есть это вот такая ходячая легенда местная наша. Но при этом Макс очень большой специалист в огромной куче опросов. И в целом пользуйтесь тем, что докладчики готовы отвечать на ваши вопросы бесконечно. Пользуйтесь тем, что можно пообщаться друг с другом, запивая кофе булками. В общем, общайтесь, потому что, как я сказал в самом начале, когда у меня была меньше борода, но больше подбородок, коммуникация – это самая важная вещь среди лидов и вообще, в принципе, среди любых специалистов, которые работают не одни. Вот. Сейчас мы вам расскажем немного про то, как все будет устроено более формально. Ну и, соответственно, еще раз призываю вас к неформальному общению, потому что это круто, это возможность поболтать, почувствовать себя, что вы не одиноки. Самое главное, кстати, я вот все время люблю рассказывать, почему я хожу на конференции. Не потому что я их делаю, а потому что важно понять, что то, что ты считал мейнстримом, на самом деле вовсе не мейнстрим, а то, что ты считал каким-то полным отстойом, на самом деле это топы вообще прорывные штуки. И когда ты узнаешь, ты понимаешь, блин, во, нифига себе, а так можно было. В общем, удачи нам всем, как я сказал, и два дня потратьте с пользой, пользуйтесь возможностью поговорить и поесть булки с кофем. Все, сейчас у нас будет немного формальностей, и будем уже потом потихонечку продвигаться к началу. Да, первым делом давайте, ребят, поаплодируем нашему программному комитету. И также нашим партнерам, благодаря которым мы с вами также здесь собрались, пожалуйста, поаплодируем. Ром, расскажешь про программу? Да, немножко про программу. Кстати, про партнеров. Важная штука, вы все там видели всякие разные стенды, кто не был у нас никогда, обязательно подходите, болтайте. Ребята раздают всякий хитрый мерч. Ребята ответят на все ваши вопросы, если вас интересует ТРН и компания, чем они занимаются, чего там они делают, ну и так далее. Можно поучаствовать в конкурсах, поотгадывать всякие викторины, получить какую-нибудь ненужную фигню. Ну, в общем, провести время с пользой. Про программу. Значит, да, там были наши партнеры. Про программу. По традиции мы ее уже не первый раз делим на четыре таких крупных направления. Они у вас отмечены в бэджиках цветом в программе, если я ничего не путаю. Да, вот сбоку есть полосочка, значит, напротив доклада. Смысл в чем, что мы взяли всю жизнь и работу лидов и вообще как бы любого управленца, поделили на четыре части. Есть история про базу, это желтенький цвет. Это значит, что эти доклады посвящены каким-то очень-очень-очень нужным и очень всегда нужным вещам. Поэтому это доклады про коммуникацию, это доклады про организацию каких-то вопросов, связанных с тем, ну, короче, это то, что есть у всех. Это не значит, что это что-то такое для чайников, там, или вот это вот для джунов и так далее. Нет, у нас нет такой градации. Это значит, что это просто те вещи, которые нужны совершенно все. Оптимизирую себя, оптимизирую команду. Это доклады, посвященные, соответственно, оптимизации себя, оптимизации команды. То есть мы говорим про то, что как расти самому себе, как помогать расти своей команде, как решать какие-то вопросы в рамках команды, ну и так далее. Ну и секция кругозор – это доклады, которые просто расширяют кругозор. То есть это те темы, которые с нашей точки зрения, они напрямую не влияют на работу, то есть вы это напрямую не применяете, но при этом мы скромно считаем, что эти темы помогают расширять свой управленческий кругозор, свой кругозор, в принципе, по жизни, применять какие-то, ну не совсем традиционные подходы и методы для решения каких-то задач. Вот, поэтому вот полосочка, как я сказал в программе, она означает секцию. Тезисы более расширенные есть на сайте, если вы заходите посмотреть по докладам, поэтому можете их вот так вот, соответственно, срисовывать. Вот, дальше мы обязательно раздадим видосы, когда они будут готовы, тем, кто посетил нашу конференцию, ну вот оффлайн, они также получат, они, вы, также получите доступ к всем видосам где-то, наверное, недели через две. Две-три, да. Ну да, то есть сначала мы выкладываем сырой, здоровенный ролик там, восьмичасовой, тем, кому не лень, могут смотреть сразу, а кому лень резать на часть, тот получит его чуть-чуть попозже. Вот такие дела. Да, вот оно расписание, про которое я рассказывал. У нас в этот раз три зала с докладами. Это первый зал, где мы сейчас с вами находимся, второй зал и третий зал, они находятся прямо и отсюда, если выходить, и, соответственно, чуть-чуть левее. Зал Alite Digital четвертый, это там воркшопы, они не записываются. Это очень важный момент. Если вот эти доклады, которые пленарные, они все записываются, воркшопы не записываются. Поэтому, если вдруг вы решите потом их посмотреть, вы их не найдете. И у нас в этот раз есть наши большие друзья из Яндекса. Притащили вот тут красный зал номер пять. Это если проходить вот так вот насквозь через все кофе, то там будет пресс-центр такой там с красивыми кожаными стульями. Нет, они не кожаны, но не суть. Это трек, который посвящен культуре, культуре разработки. И там пригласили большое количество очень опытных чуваков. Там владельцы бизнесов, там технические директора, там большие специалисты в разных областях. Там будем говорить про культуру, про создание каких-то внутренних крутых штук. За спойлеры там будет рассказ, как рождалась Алиса, который Яндекс Алиса, я имею в виду. Там будет рассказ от Макса Лапшина. Это один из самых известных российских стриминговых софтов. То есть это человек, который сам взял, сам написал и сам сделал себе очень крутую компанию с очень интересным продуктом. В общем, там не про темлидов, там не про коммуникации, не про что. Там про культуру, про большой кусочек бизнеса. В общем, если вам интересно, если вы, например, находитесь на позиции чуть выше, чем мы обычно рассчитываем наши доклады, там будет есть что послушать. Вот. Во второй день этого зала не будет, он только один день, имейте в виду. Поэтому во второй день будут работать четыре зала. Плюс у нас еще есть в дальнем углу залы для митапов. Там будет небольшое количество мероприятий камерных, там человек на 50, на 70. Тоже имейте в виду, если вдруг захотите, приходите чуть заранее, потому что мы потом прикроем дверку, потому что чисто физически там все не влезут. Вот такие дела. Да, и также у вас в расписании в Бэйджи есть расписание в фойе. Это расписание в выставке. Все активности наших партнеров изучайте, приходите, как уже сказал Роман, берите все от этой конференции и поехали дальше. Про доклады. Сейчас вы здесь на схеме видите, в принципе, расположение всех залов. Мы сейчас с вами находимся в первом зале. Напротив второй, третий и четвертый зал с Alitea Digital. Чуть левее от зала Alitea Digital есть зал Яндекс.Трека, как раз про который Роман так подробно рассказал. И в коридорчике у нас спрятан небольшой зал как раз для воркшопов на 50-70 человек. Видеозаписи докладов будут. Цифровых кулуаров у нас не будет. Но есть дискуссионные зоны. И если у вас остаются какие-то вопросы после доклада к спикеру, вы можете выйти из зала к этой дискуссионной зоне и поговорить там со спикером, задать все ваши интересующие вопросы. И расскажем еще немножечко про нашу схему. Если вы выйдете из этого зала, возле демо-сцены есть двери стеклянные. И вот если вы в них выйдете, вы там можете получить всю информацию по закрывающим документам. Найдете все свои потеряшки, если они будут. У нас также там есть медпункт, штаб, бухгалтерия. Все-все-все вот эти вот наши дополнительные помещения находятся справа от демо-сцены, когда нужно будет выйти из фойе. А слева у нас за воркшопами у нас находится каворкинг. Мы вам подготовили специальную небольшую комнатку, где можно спокойно в тишине посидеть, поработать, зарядить ноутбук, зарядить телефон. И за каворкингом у нас комната накладчиков. Также хочу обратить внимание, у нас, как и всегда, в 6 часов будет автопати. В 6 часов это сразу после программы. И у нас есть классная подготовленная программа специально при поддержке ВК, при поддержке нашего партнера. Будет нам проходить в третьем зале. Все это указано в расписании в бейджи. Будет пивное казино, будут розыгрыши, призов, подарки. Будет спиддейтинг специально для тем лидов. Будет настолки, будет фуршет, бургеры, хот-доги. Приходите, развлекайтесь, берите все от этой конференции, все, что можете. Но для того, чтобы попасть на эту конференцию, нужно в течение дня зайти в зону ВК-тим и пройти там определенные задания. Вам после этого дадут специальные открыточки, которые вы сможете обвинять на участие в этой автопати. Сегодня в 6.45. Да, так выглядит последний слайд у презентации докладчика. На этот QR-код вы можете навести свой телефон и оценить доклад сразу же в моменте, чтобы потом этого не делать очень долго в опросе после конференции. Для этого вам нужно перейти вот по этому QR-коду и зарегистрироваться с телефона в личном кабинете. Чтобы сделать это намного быстрее, следующий слайд, вы видите у себя на бейджиках над вашим именем код. Какие-то странные буквы, какой-то шифр. Вы можете перейти по этому QR-коду. Вам откроется страница входа. Здесь вы выбираете вход по бейджу. Вбиваете в эту строку ваш код. Если вдруг вы забыли, не знаю, пароль, забыли почту свою. И вам на почту придет просто ссылка. Вам нужно перейти по этой ссылке, и вот вы уже зашли с вашего телефона в личный кабинет. Все просто. Так, мы совмещаем оффлайн и онлайн. У нас всего дается 40-50 минут. Онлайн-участники, привет. Онлайн-участники, которые нас сейчас смотрят, вы можете задавать вопросы в чаты на платформе, в чаты залов. И ведущие, если останется время, будут задавать эти вопросы нашим спикерам. Как я уже рассказала, оффлайн-участники могут задавать вопросы непосредственно в зале и также в дискуссионных зонах после докладов. Здесь мы не ограничим вас во времени. 40-50 минут – это только время, отведенное именно для зала. Кстати, там важный момент. За лучший вопрос мы дарим книжечку интересную. Книжечку или даже еще там подарочки всякие. Ну, короче, дарим какую-то штуку. Поэтому, если у вас есть что спросить, даже если у вас нет что спросить, но очень хочется книжечку, можете спросить какой-нибудь интересный вопрос и получить за эту книжечку. Вот такие дела. Кстати, насчет книжечек. Там вот здесь вот, если по лестнице вы поднимались, если завернуть, получается, направо, там два здоровенных стола, где очень много всякой интересной литературы. Там вам про них все расскажут и покажут. Можно на месте за недорого ее купить. Так, и мы вернули Telegram-бот. Можете пройти по этой ссылочке сейчас. В принципе, для чего он здесь? Если вдруг вы в своем личном кабинете себе отметили какие-то классные, интересные доклады звездочкой, то можно синхронизировать свой бот в Telegram с онлайн-платформой. И таким образом вам все уведомления по вашим отмеченным докладам будут приходить за 5-10 минут о том, что сейчас будет интересный доклад, не пропусти. Также здесь можно совместить с поездки с другими участниками. В такси, в аэропорт, на вокзал, может быть, в барчик после конференции, не знаю. Можно узнать, как стать партнером наших конференций. И также здесь есть поддержка нашего саппорта. И вся-вся-вся информация, в принципе, все, что вы можете здесь, все, что полезно, вы можете здесь найти в этом боте. Обеды. Обеды будут. На конференции вам, на регистрации вам дали, сзади вот здесь получается бейджика, дали вам талончики на два дня. У нас два слота с 12 до 12.45, с 13.15 до 2. Скажу по секрету, мы чуть-чуть продлили вам это время. Чуть-чуть. Никому не говорите. Все, кто здесь есть, только эти знают люди. И такой еще момент, что если вам не нравится ваше время, вы можете подойти на стойку регистрации и поменять свой талончик. Приходите на стенд-онтика, получайте призы, выкладывайте фотки с нашим хэштегом TL2023, участвуйте в конкурсах, квизах, отвечайте на вопросы и подключайтесь к нам в наших социальных сетях. Ура! Ура! Окей, друзья, у нас остается как раз 10 минут до начала первого доклада. Можно перераспределиться, если вы вдруг хотите послушать какие-то другие доклады в других залах. Если вы хотите послушать доклад Макса Дрофеева, тогда вы остаетесь здесь. И через 10 минут мы стартуем вовремя, неожиданно, вовремя. Самая крупная мультиформатная конференция для руководителей. Юбилейная, десятая. Считается открытой. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...